Книга Чарльза Финнея «Дух молитвы», так же и Дух, с большой буквы, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Римлянам 8, 26, 27. Предисловие. Моей предпоследней лекцией была лекция об эффективной молитве, в которой я подробно рассматривал тот факт, что одним из самых важных характеристик успешной молитвы является наличие веры. Эта тема настолько обширна, что я оставил ее для отдельного рассмотрения. Поэтому в своей последней лекции я рассмотрел именно эту тему – вера в молитве. И эта лекция получила название «Молитва веры». Я намеревался рассмотреть эту тему за одну лекцию. Но так как я был вынужден осветить некоторые темы в очень сжатой форме, стало ясно, что у людей могут возникнуть некоторые вопросы, которые потребуют более полных ответов, тем более, что эта тема во многих местах еще остается покрытой мраком. Самая главная цель проповеди состоит в том, чтобы преподнести, донести истину таким образом, чтобы она отвечала на те вопросы, которые естественным образом возникают у тех, кто внимательно читает и следует Библию, Писание и хочет узнать в точности, что это значит, чтобы в дальнейшем они смогли применить эту истину на практике. При объяснении вышеупомянутого местописания я предлагаю осветить следующие моменты. Первое. О каком духе здесь говорится? Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших. Второе. Что дух делает для нас? Третье. Для чего он делает именно это? Четвертое. Как он это осуществляет? Пятое. Степень его влияния на разум тех, кто находится под его воздействием. Шестое. Как разграничить влияние духа от влияния злых духов или работы собственного разума? Седьмое. Как нам обрести это воздействие Святого Духа? Восьмое. Кто имеет право ожидать подобное воздействие или другими словами, для кого дух святой делает то, о чем сказано в этом месте Писания? Первое. О каком духе здесь говорится? Некоторые предполагают, что тот дух, о котором говорится в этом отрывке из Писания, это наш собственный дух, то есть наш разум. Но при внимательном прочтении данного местописания видно, что здесь совершенно иной смысл. Дословно. Сам дух подкрепляет нас в немощах наших. Читалось бы так. Наш собственный дух помогает в немощах нашему собственному духу. И наш собственный дух ходатайствует за себя самого. При подобном допущении теряется всякий смысл. Совершенно очевидно из того, как написан этот текст, что тот дух, с большой буквы, о котором здесь говорится, это дух святой. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете, духом умышляете с маленькой буквы. Ибо все водимы духом Божиим, с большой буквы, суть сыны Божьей. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, с большой буквы, которым взываем. А воотче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8, 13, 16. Это местописание совершенно ясно говорит о том же духе. Второе. Что делает дух? Он ходатайствует за святых. Он ходатайствует за нас. Мы рождены свыше, мы дети Божьи. Тогда он ходатайствует за нас. И подкрепляет нас в немощах наших. Когда мы не знаем, о чем молиться, как должно. Он помогает христианам молиться по воле Божьей. То есть за то, за что ему, Богу угодно. Третье. Почему Дух Святой делает именно это? Из-за нашего невежества. Потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Мы настолько невежественны, как в отношении воли Божьей, явленной в Библии, так и в отношении той воли Бога, которую мы должны постичь из Его проведения. В своем подавляющей большинстве человечество остается в невидении относительно обетований, пророчий с Библии, а также слепо к проведению Божьим. Еще меньше у людей представления о тех вещах, о которых Бог не говорит иначе, как через вождение Духом Святым. Я обозначил эти четыре источника уверенности, на которых коренится наша вера в молитве. Это обетование, пророчество, проведение, видимо, связанное с откровением, водительством и Дух Святой. Когда все другие источники оказываются неспособными вести нас к познанию того, как нам молиться должным образом, эту функцию полностью берет на себя Дух Святой. Четвертое. Как Он совершает ходатайство? Каким же именно образом действует Дух Святой, подкрепляя нас в наших немощах? Первое. Ни в коем случае не вытесняя использование наших собственных способностей. Не происходит так, что Он молится за нас, тогда как мы ничего не делаем. Но Он молится за нас, употребляя наши способности. В смысле старания, послушания, приложения усилий. Происходит так, что Он сразу же предлагает нам слова или направляет нашу речь. Но Он просвещает наш разум, сердце и помогает истине захватить нашу душу. Он ведет нас к разумению того, в каком состоянии находится Церковь и в каком состоянии находятся грешники вокруг нас. Как именно удается Духу Святому приносить в наш разум, в сердце истину и удерживать ее там до достижения Богом назначенной цели? Мы не можем сказать, но мы знаем точно, что Он ведет нас к глубокому разумению состояния определенных вещей. Результатом этого, естественным результатом, есть возникновение глубинного чувства внутри нас. Когда Дух Святой приносит истину в сердце верующего, существует только один путь, по которому человек может избежать глубинного чувства, а именно повернуть свои мысли в другом направлении и начать думать о других вещах. Когда Дух Божий приносит истину в наш, в грешника, в разум грешника, этот человек должен что-то почувствовать. Грешник будет чувствовать себя плохо до тех пор, пока не покается и не покорится истине. Точно так же, если человек уже родился свыше и является есть христианином, и Дух Святой приводит какой-то предмет в горячий контакт с его сердцем, то совершенно невероятно, если он ничего не почувствует. Это все равно, что ничего не почувствует, сунув руку в огонь. Если Дух Божий ведет человека к размышлению о тех вещах, которые призваны возбуждать очень сильные чувства, как, например, спасение душ человеческих, и он при этом ничего не ощущает, то это говорит о том, что этот человек не имеет любви к потерянным душам, ничего не имеет от Духа Христова и ничего не знает о христианском переживании и опыте. Второе. Дух Святой дает христианам почувствовать, пережить ценность душ человеческих, а также ту опасность, в которой пребывают нераскаившиеся грешники. Или же люди, возможно, которые приняли спасение, но отступили от истины и на путь погибели. Просто удивительно, насколько темными и черствыми оказываются христиане в отношении этого. Даже родители христиане позволяют своим детям прямиком шагать в ад. И хотя это происходит, у них на глазах создается такое впечатление, что это не возбуждает в родителях никакого чувства, и не побуждает их приложить значительные усилия для спасения собственных детей. Почему же? Потому что они слепы к тому, что представляет собой ад, не верят Библии и абсолютно невежественны в отношении тех драгоценных обетований, которые Бог даровал верным родителям. Тем самым они огорчают Духа Божьего, поэтому бесполезно заставлять их молиться за своих собственных детей, ведь Дух Божий далеко от них. Третье. Он ведет христиан к разумению и применению обетований в Писании. Совершенно очевидно, что ни в каком возрасте христианам не удается применить все обетования Писания в событиях собственной жизни. Это происходит не потому, что обетования сами по себе трудно найти. Всегда есть чудесная возможность увидеть в Писании источник света, который просвещает, освещает ежедневные события жизни. Насколько удивлены были апостолы тому, как Христос показывал в своей жизни исполнение большого числа пророчеств, которые были сказаны о нем в Писании. Я думаю, каждый раз они готовы были воскликнуть. То есть удивительно. Мы никогда не разумели этого раньше, не видели. А кто из нас не удивлялся тому, как сами апостолы, вдохновленные Духом Святым, применяли отрывки из Ветхого Завета в новозаветное время? Какое богатство значения обнаруживали они в Писании? Подобное происходило со многими христианами, когда они, глубоко погруженные в молитву, начинали видеть некоторые места Писания в приложении к их ситуации, хотя ранее понятия не имели о том, что это место Писания можно применить в подобной ситуации. Я знаю одного человека, который однажды оказался в глубокой духовной тьме. Он оставил все свои дела для того, чтобы уделить время молитве, приняв твердое решение, что он не прекратит свою молитву до тех пор, пока не найдет Господа. Он опустился на колени и попытался молиться. Его Дух находился в полной тьме, и он не мог молиться. Тогда он поднялся с колен и постоял некоторое время, но сдаться он не мог, так как он дал обещание самому себе, что до захода солнца он должен полностью отдать себя Богу. Он снова встал на колени, но тьма не отступала. Его сердце было таким же твердым, как и раньше. Он был на грани отчаяния и бессилия, произнеселся. «Я огорчил Духа Божию, и для меня не остается обетования. Я навсегда отключен от присутствия Божьего». Но его решимость не позволяла ему сдаться, и он вновь опустился на колени. Не успел он произнести, и нескольких слов, как к нему пришло. Одно местописание с такой четкостью, как будто он только что прочитал его. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Иеремий 29, 13. Он увидел, что хотя это обетование находилось в Ветхом Завете и было адресовано евреям, оно также было применимо и к нему. Это полностью сокрушило его сердце в одно мгновение, как молот Божий. Он стал молиться дальше, а затем поднялся с коленами огромную радость в Господе. Подобное часто происходит с профессорами богословия, когда они молятся за своих детей. Иногда они молятся и пребывают во тьме и сомнении, не чувствуя, что у них есть какое-то основание для веры и какое-то либо конкретное обетование для детей верующих. Но когда они с мольбой обращаются к Господу Иисусу, Он показывает им полное значение некоторых обетований, и их душа успокаивается в этом, опираясь на его крепкую руку. Однажды я услышал о вдове, которая очень беспокоилась о своих детях, покуда следующее место Писания не обрело силу перед ее глазами. «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня». Иеремия 49.11. Она увидела, что эти строки обладают глубоким смыслом и смогла ухватиться за это обетование. Она стала ходатайшей за своих детей в молитве, имея твердое основание. Ее дети обратились к Господу. Дух Святой был послан мир нашим спасителям для того, чтобы направлять Божий народ, вести его и напоминать о пути Господнем, а также обличать мир о грехе. Четвертое. Дух Святой побуждает христиан молиться за такие вещи, о которых не сказано конкретно в Слове Божьем. Возьмем, к примеру, отдельно взятого человека. То, что Бог желает спасать, это общая истина. Точно так же общей истиной является тот факт, что Бог желает отвечать на молитвы. Но как мне знать волю Божию относительно конкретного человека? Следует ли мне молиться в вере по воле Божией о Его спасении или нет? В таких случаях на выручку приходит Дух Божий, который направляет нас молиться за определенных людей именно в то время, когда Бог собирается благословить их. Когда мы не знаем, о чем молиться, тогда Дух Святой ведет наши мысли в определенном направлении, напоминает об определенном человеке, побуждает быть неравнодушным к его положению неспасенного и затем ходатайствовать в молитве и мучиться родами до тех пор, пока этот человек не обретет спасение. Как мне известно, переживания подобного рода посещают людей, живущих в больших городах, гораздо реже, чем те, кто живет в селах или небольших городках. Я это объясняю тем, что в больших городах существует огромное количество тех вещей, которые отвлекают внимание христиан и огорчают Святого Духа. Мне доводилось быть свидетелем того, как это происходит в разных местах. Однажды я познакомился с человеком, который вел список наиболее интересующих его людей. У меня была прекрасная возможность позднее познакомиться со многими из них. Все они получили спасение после того, как он стал усиленно молиться за них. И я видел, как этот человек молился за людей из своего списка и был в родовых муках, отвоевывав сатаны их спасением. Иногда он звонил еще кому-либо из христиан с просьбой помочь ему молиться за какого-то конкретного человека. Как-то раз я стал свидетелем того, что он таким образом взялся за одного человека, имеющего очень тяжелый характер. Могу сказать, что этого человека невозможно было обратить в веру ни одним из обычных способов. В небольшом городке на севере Соединенных Штатов, где как раз двигалось пробуждение, жил один человек, который был самым яростным противником всего происходившего. Он был владельцем таверны, и каждый раз, когда неподалеку от себя он видел крестьян, ему доставляло огромное удовольствие употреблять самые бранные выражения с целью оскорбить их чувства. Он вел себя настолько отвратительно, что один человек сказал в отчаянии, что он либо продаст свой дом, либо просто бросит его и переедет в другой город, так как ему было очень тяжело жить по соседству с таким грубияном. Но тот человек, о котором я рассказывал вам выше, как-то раз проезжал по этому городу и, услышав об этом случае, очень опечалился. Затем он занес в свой молитвенный список того человека с плохой репутацией. Услышанно им не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Он постоянно думал об этом человеке и молился за него целыми днями. И однажды тот владелец таверны пришел на собрание, встал и исповедовал свои грехи, излив свою душу перед Господом. И его таверна немедленно превратилась в то место, где стали проводиться молитвенные собрания настоящих, истинных, любящих Господа, верующих. Именно так Дух Божий ведет христиан молиться за такие ситуации, за которые они бы никогда не молились, если бы не водитель совождения Духом Святым, который помогает им молиться по воле Божией. Большой вред приносит то, что подобное влияние Духа Святого приравнивает к новому откровению. Многих людей очень пугает, когда они слышат, что водительство Духом Святым – это новое откровение, и они не перестают задавать вопросы о том, что это означает, и учат ли об этом Писание. Истина простая состоит в том, что Дух Святой ведет человека в молитве, и если Бог побуждает человека молиться за неспасенного, то в соответствии с Библией можно сделать вывод, что Бог намерен спасти этого человека. Пятое. Дух Святой дает христианам духовное развлечение относительно движения, развития божественного проведения. Посвященные молящиеся христиане часто видят подобные вещи настолько отчетливо и заглядывают так далеко в будущее, что некоторые люди притыкаются из-за этого. Иногда слова этих посвященных христиан звучат наравне с пророчеством. Несомненно, люди могут заблуждаться, когда они больше полагаются на свое собственное разумение или мнение, принимая его за вождение Духа. Но также не вызывает сомнений тот факт, что христианин имеет возможность отчетливо различать признаки Божьих сроков, чтобы уразуметь с помощью проведения или откровения водительства от Бога, чего следует ожидать, и таким образом молиться за это в вере. Именно таких людей Господь побуждает молиться за пробуждение и ожидать его в то время, когда никто другой не видит и малейших его признаков. В одной местности штата Нью-Джерси, где когда-то было пробуждение, жила одна женщина. В молитве к ней пришла уверенность, что скоро грядет еще одно пробуждение. Она хотела, чтобы в ее церкви стали проводить евангелиционное служение, но пастор и старейшины не сочли это необходимым и ничего не стали предпринимать. Она увидела, что служители были слепы, поэтому сама сделала первый шаг и заказала у местного столяра деревянные лавки, чтобы проводить служение в своем доме. Она была абсолютно уверена, что скоро будет пробуждение. Как только начались эти домашние служения, Дух Божий сошел с такой великой силой, что сонные члены церкви неожиданно для себя обнаружили великий поток кающихся грешников в их церкви. Они могли сказать лишь одно «Истинно Господь присутствует на всем месте, а мы и не знали» Бытие 28.16. Причина, по которой такие люди, как эта молитвенница, распознают волю Божию, состоит не в том, что они обладают высшей мудростью и совершенно во всем, но в том, что Дух Святой ведет их и открывает им Божьи времена, намерения и сроки. Пятое. Степень влияния. До какой степени должны мы ожидать влияния Духа Божьего на разум верующего? Писание гласит, Дух Святой ходатайствует со стонами и воздыханиями неизреченными, то есть такими, которые невозможно передать понятными словами. Я разумею это местописание так, что Дух Божий приводит наши чувства в такое возбуждение, что это невозможно передать словами, а только стонами или воздыханиями. Под действием Духа Святого наша душа переполняется настолько, что словами выразить невозможно. Поэтому мы можем передать это какими-то особенными звуками нашей молитвы Богу, который разумеет язык сердца, Духа. Шестое. Различение влияния. Как мы можем узнать, влияет ли на наше сознание Дух Божий или это влияние идет не от Него? Первое. Прежде всего мы не должны ожидать ощутимого влияния или действия направленного к нам в виде прямого физического контакта со стороны Бога. Нам не следует ожидать таких чудес, как если бы нас кто-то непосредственно взял за руку или шептал кто-то на ухо, а также любых чудотворных проявлений воли Божьей. Люди часто огорчают Святого Духа и отвергают Его, так как не распознают его влияние на них. Грешники делают это по незнанию, и они полагают, что если бы они на самом деле находились под обличением Духа Святого, то с ними непременно произошло бы нечто мистическое, например, какой-нибудь шоковый удар, который они бы уже ни с чем другим не перепутали. Многие христиане, также не сведущие в развлечении духовного влияния или действия Духов, они знают так мало о Его помощи в молитве, что даже под действием Духа Святого они не распознают, что это именно Он, и следовательно, не покоряется Его вождению и воле. В этом случае мы физически ничего особо не ощущаем, лишь движение наших собственных мыслей. Мы чувствуем лишь то, что наши мысли настойчиво направляются к определенному объекту. Часто в подобных случаях христиане бывают чересчур напуганы тем, что это влияние сходит не от Духа Святого. Они ощущают сильно влияние Духа Святого, но не знают, что является источником их ощущений. Вдруг они начинают сильно переживать и беспокоиться о грешниках, но разве можно чувствовать что-либо иное при мысли о состоянии неспасенных людей? Истина состоит в том, что сам факт появления у вас подобных мыслей говорит о том, что вас ведет Дух Божий. Разве вы не знаете, что большую часть нашего времени мысли о неспасенных вовсе не тревожат наш разум, сердце? Вы понимаете, что спасение жизненно необходимое им, но чаще всего, даже когда вы находитесь в состоянии покоя, ваш разум и не вспоминает о них, а сердце холодно. Но вдруг, даже если вы заняты чем-то другим, вы начинаете думать, молиться и чувствовать к ним огромное сострадание. В таких случаях ваше сердце устремлено к Богу с одной просьбой «Боже, помилуй их!» Почему так происходит? Почему же мысли о неспасенных начинают доминировать в вашем разуме? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что побуждало вас сострадать этим людям и страстно называть Богу об их спасении? Что же другое, как не Дух Святой? Не существует таких бесов, которые побудили бы вас молиться о неспасенных. Если в своем сердце вы ощущаете сострадание, то это значит, что Дух Святой ведет вас молиться за это по воле Божией. Второе. Испытывайте духов. Необходимо испытывать духов по Библии. Люди иногда подвергаются влиянию странных фантазий и безумных побуждений. Если вы будете прилежно сравнивать их с тем, что говорит Писание, то вы никогда не собьетесь с истинного пути. Вы всегда сможете определить, оказывает ли влияние на ваши чувства Дух Святой, если сравните свои желания с тем Духом, который описан Библии. Библия повелевает нам испытывать духов. Возлюбленные не всякому Духу верьте, но испытывайте духов от Бога Леонид. 1 Иоанна 4.1. Седьмое. Как нам оказаться под действием Святого Духа? Первое. Действие Духа Святого необходимо искать в искренней молитве веры. Христос говорит, Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние добрые давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст вам Духа Святого просящим у Него. Луки 11.13. Говорили ли вы когда-нибудь, я молился об этом, но это так и не пришло. Это произошло потому, что вы молились неправильно. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших возделений. Якова 4.3. Вы молились с неправильными мотивами. Однажды профессор религии, который был членом церкви, подошел к служителю и задал ему такой вопрос. Я молился о Духе Святом неделю за неделю, но так ничего и не получил. Почему? Служитель задал ему встречный вопрос. Каковы были мотивы вашей молитвы? Тот отвечал, что ему хотелось испытать радостное ощущение. Он слышал, что имеющие Духа Святого были счастливы, радостны, поэтому ему захотелось испытать нечто подобное. Знаете ли вы, что сам дьявол мог помолиться таким образом? Это же настоящий эгоизм. Услышав подобные слова, профессор сильно возмутился, но затем он увидел, что и понятие не имело молитвы. Оказывается, что он был лицемером, а его молитвы эгоистично продиктованы желанием получить выгоду или удовольствие для самого себя. Давид молился о том, чтобы Бог объял его своим духом свободы, чтобы он смог учить беззаконных и обращать грешника к Богу. Христианин должен молиться о том, чтобы Дух Святой действовал через него и делал его более эффективным для прославления Бога, а не для того, чтобы просто получать приятные ощущения. Тот человек ясно увидел, где у него была ошибка, и он грех, и он раскаялся пред Богом. Возможно, многие из нас совершали ту же самую ошибку. Вам необходимо исследовать свое сердце и проверить, не являются ли ваши молитвы эгоистичными. Второе, используйте те средства, которые предназначены возгревать ваш разум и направлять мысли в определенном направлении, удерживая ваше внимание на определенном объекте. Если человек молится о Духе Святом, а затем направляет свои мысли к другим объектам, если он не старается удерживать себя и начинает помышлять о мирском, то тем самым он искушает Бога. Он отходит от объекта своей молитвы, и это будет действительно чудо, если он на самом деле получит то, о чем молился. Как грешник получает обличение, размышляя о своих грехах. Точно так же христианин получает глубокие чувства от Бога, лишь только в том случае, если будет постоянно размышлять об этом. Бог не зальет на вас нечто подобное, без каких бы то ни было усилий с вашей стороны. Вам необходимо ценить самые тонкие ощущения. Возьмите Библию и прочитайте те строки, в которых описывается состояние нынешнего мира, а также его будущее. Посмотрите на этот мир, посмотрите на своих детей или соседей, и если они находятся во грехах, просите у Духа Божия дать вам сострадание к ним. Несомневно, что именно так доктор Ватте получил те чувства, которые он написал в своем гимне. Мои мысли не дают мне покоя, я вижу проклятие и смерть, какой ужас охватывает грешную душу, когда она погибает на смертном омне. Посмотрите на это через некий телескоп, который сделает это таким же реальным для вас. Посмотрите на ад и услышьте стоны, а затем поднимите свой взор вверх и посмотрите на небеса. Там вы увидите святых в белых одеждах с гуслями в руках и услышите как они поют песню о спасающей Божьей любви, любви Христовой. Тогда задайте себе вопрос, возможно ли мне не молиться так, возможно ли мне молиться так, чтобы сила Божия подняла грешника на небеса? сделайте сделайте так, если вы не какой-либо отступник, лицемер, религиозный, уже верующий, не верящий Богу, не любящий Евангелие, истинную Библию Иисуса, то вскоре дух молитвы сойдет на вас с такой силой, насколько сможет выдержать ваше тело. Третье, вы должны внимательно относиться к своей молитве. Перед тем, как молиться, нужно убедиться в том, что Бог гарантирует исполнение вашей просьбы. Иногда люди молятся и даже не удосуживаются выяснить из Библии, кто есть Бог. Они не знают основы учения Иисуса Христа. Почему, когда, как отвечает Бог, в каких случаях Он не отвечает, как вы на это причины, почему Он отвечает, имели ли я веру евангельскую, верю ли я, будьте осторожны в том, чтобы не огорчать Духа Божьего. Исповедуйте свои грехи. Исповедуйте свои грехи от всего сердца, дабы иметь добрую совесть. Если мы исповедуем свои грехи, то Он, будучи верен и правден, простит наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Своей всемогущей кровью Бог не будет вести вас и посвящать свои тайны до тех пор, пока вы не станете искренними и от всего сердца не возжаждете служить Ему по духу. Оставьте свои грехи, возненавидьте грех, ищите Иисуса Христа, не будьте такими, кто всегда исповедуется и никогда не оставляет своих грехов. Всегда исправляйте свои ошибки в отношениях с людьми, возмещайте нанесенный им ущерб. Вы не можете ожидать получения духа молитвы, получения водительства духа Божия, чтобы слушать и слышать его голос, если вы не покаялись от всего сердца перед Богом. Вы не сможете ходатайствовать, неся на себе бремя собственных грехов. Профессор религии, гордый, непокорный, вечно оправдывающий себя, никогда не заставят Бога идти вместе с ними. Четвертое. Нацельтесь на то, чтобы самым лучшим образом повиноваться учению Иисуса Христа, его заповедям, его духу, его словам, записанным в Библии, Новом Завете и Ветхом. Другими словами не дружите с грехом, не будьте другом этому миру, не живите по плоти, примите решение всегда быть выше этого мира, быть врагом этому миру поистине. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Матфея 5, 48. Но если вы все же грешите, произвольно грешите, это будет вашим ежедневным горем. Человек, не стремящийся к совершенству Божьему, чтобы побеждать свою плоть, умирать для себя, тем самым погружается в грех, в плоть. Пусть такой человек ничего не ожидает от Бога, так как сам не желает искренне исполнять повеления Господа Иисуса Христа и не имеет любви к Нему. Восьмое. Кто имеет право ожидать воздействия и водительства Святого Духа? Ответ таков. Он ходатайствует за святых, за всех святых, за любого, кто есть святой, призванный святой, кого он родил свыше, кого он призвал. Первое. Как вы думаете, почему так мало говорится о влиянии Духа Святого на молитву верующего, и в то же время никто не оспаривает тот факт, что он влияет на грешника и ведет его к покаянию перед Богом? Давайте не будем забывать о том, что никакой христианин не может молиться верно, эффективно, пока не будет ведом, наставляем Духом Святым. У такого человека существует естественная способность молиться, и когда воля Божия открыта для него, он способен исполнить ее. Но он никогда ее не исполнит, пока Дух Божий не окажет свое воздействие на него, пока он не получил откровения, Слово от Господа. Точно то же происходит с грешниками. Теоретически они способны покаяться, но практически никогда не сделают этого, пока Дух Святой не повлияет на них, не откроет их сердца, не обличит во грехе. Второе, здесь открывается причина того, почему многие люди испытывают трудности с так называемой молитвой веры. Молять подобные молитвы, они предполагают, что вера в молитве это уверенность в том, что мы непременно получим те вещи, о которых просим. Они также настаивают на том, что не существует какого-либо основания, на котором мы можем строить подобную уверенность. Один проповедник говорит об этой трудности с полной силой. у меня нет никаких очевидных доказательств того, что те вещи, о которых я молюсь, будут гарантированы мне Богом до тех пор, пока я не помолюсь в вере, так как молитва веры есть то условие, на котором строится мое обетование, моя молитвенная жизнь, моя вера. Конечно же, я не могу требовать исполнения этого обетования до тех пор, пока я не исполню условия. Если условие состоит в том, что мне необходимо верить, что я получу просимое благословение, просимое благословение, то совершенно очевидно, что обетование базируется на исполнении совершенно неисполнимого условия. Обетование сводится к следующему. Ты можешь иметь все, о чем не попросишь, при условии, что ты вначале поверишь, что ты будешь иметь веру, веру Божию, в то, что ты это получишь. То есть ты можешь иметь все то, что Бог хочет, чтобы ты имел. Итак, я должен выполнить условия перед тем, как требовать исполнения обетования. Но я не могу не иметь никаких доказательств тому, что я это получу, пока я не поверю, пока у меня в моем сердце не будет веры, что я это получу. веровать сердцем и исповедовать. Это нельзя сделать автоматически, просто по своему желанию. Все это приводит меня к необходимости иметь веру Божию в то, что я это получу на здравом библейском основании, что я это получу еще до того, как у меня будет хоть какие-либо гарантии получения мною просимого. но это абсолютно невозможно. Вся трудность состоит в том, что здесь совершенно упускается из виду сам факт влияния Духа Святого на нашу молитву. Но ведь именно Дух Святой, Бог ведет личность к тренировке в вере. Сам Дух Святой может даровать нам уверенность, на основании которым мы сможем верить в исполнение любого конкретного чуда. Он может повести наш разум к твердому упованию на Бога в том, что просимое благословение будет получено. Все понимают, что Бог может сотворить все, сделать все, но вот хочет ли Он сделать вот это, если хочешь исцеление. Как это было в прошлом с учениками Иисуса и первыми апостолами, так и сегодня, Он может даровать ту же уверенность в молитве за любое благословение, в котором мы нуждаемся. Он не занимается тем, что обеспечивает и удовлетворяет наши похотливые, страстные желания и требования. Все, что я не захочу, получу. Если кто-либо спросит, в каких случаях мы обязаны верить в то, что получим просимое благословение, я отвечу. А, когда существует конкретное обетование, определяющее конкретное благословение, как, например, в молитве о крещении Духом Святым. Это благословение конкретно названо в обетовании, и именно здесь мы черпаем свою уверенность, которая помогает нам, в результате чего мы можем иметь веру в любом случае, имеем ли мы какое-либо божественное вмешательство в нашу молитву или нет. Точно так же обстоит дело с грешниками. Они обязаны покаяться, Бог повелевает им покаяться всем людям повсюду, независимо от того, будет ли их побуждать к этому Дух Святой или нет, так как их обязанность базируется не на влиянии Духа Святого, но на силе их морального истинства, на их способности исполнить свой долг. Это воля Божия, чтобы они покаялись, повеление Божие. И хотя остается истинный тот факт, что ни один из них сам произвольно не может покаяться без обличения и действия Духа Святого, они все равно имеют силу сделать это, и поэтому находятся под обязательством сделать это независимо от того, побуждает их Дух Святой или нет. То же самое касается и христианина. Ему необходимо верить в том случае, если Бог уже дал этому подтверждение в своем слове. Б. Когда Бог открывает свою волю через проведение, через откровение своего водительства, мы должны верить до той степени, до которой нам это было показано и сказано. Поэтому, когда звучит пророчество, мы можем верить, но мы никогда не сможем верить, иметь веру Божию без Духа Божьего, Его водительства, Его откровения. Но если нет обетования проведения или пророчества, водительства, откровения, на которых может базироваться наша вера, в этом случае мы не обязаны верить до тех пор, пока Дух Святой не даст нам откровения о воле Божьей, пробудив в нас желание молитства, молиться за определенный объект. Что касается общих обетований, где мы, честно говоря, точно не знаем, в каком конкретном случае применить их, мы скорее имеем эти обетования как привилегию, чем как обязательство. Но когда Дух Божий, Сам Бог ведет нас к тому, чтобы применить их в каком-либо конкретном случае, тогда это становится нашей обязанностью жизни, чтобы применить их по назначению. В этом случае Бог объясняет свое обетование и показывает то, как Он желает применить его. Третье. Некоторые полагают, что Павел молился в вере за то, чтобы Господь убрал жало из его плоти, и что это не было гарантировано Богом. Но они не могут доказать того, что Павел молился в вере. И здесь мы видим другое. У него не было ни обетования, ни пророчества, ни откровения. И Дух Божий не вел его к вере в этом случае. У него было желание, да. Все предположение основывается на том, что апостол должно быть молился в вере без водительства Духа Святого. Но принять тот факт, что он молился в вере, означает принять то, что он молился в вере без вождения Духа Святого. Либо Дух Божий вел его молиться о том, что не соответствовало воле Божьей. Нужно быть очень осторожными в своих утверждениях по данному поводу, вопросу, чтобы не огорчать Духа Святого. Я хочу, чтобы вы имели высокие помыслы Духа Святого и твердо знали о том, что ничего хорошего невозможно сделать без Его влияния. Мы не можем делать добро, если Он не действует и не производит нас через Иисуса Христа. Ни молитва, ни проповедь без Него, без Духа Святого не будут стоить ничего. По сути, это и не молитва. Если бы Иисус Христос пришел на землю и проповедовал грешникам, то ни один бы не обратился без действия влияния Духа Святого. Будьте осторожны в том, чтобы не огорчить Его, пренебрегая Его небесным побуждением тогда, когда Он приглашает нас молиться. Четвертое. Когда вы молитесь за определенный объект, необходимо продолжать молитву до тех пор, пока вы не получите победу. О, с каким рвением христиане иногда преследуют грешников в своих молитвах, молясь об их обращении, когда Дух Божий устремляет их побуждение. Да даже золотоискатель не настолько упорен в поисках золота. Пятое. Страх оказаться вводимым неопределенными импульсами принес много вреда, но еще не подвергся тщательным рассмотрению. Человеческий разум может быть ведом обманчивой идеей, видением, но мы совершаем непростительную ошибку, если из-за страха быть обманутыми, мы противостоим благому влиянию Духа Святого. Необходимо знать Его голос, необходимо послушание истине. Неудивительно, что христиане не имеют духа молитвы, не имеют живой молитвенной жизни, если они не хотят утруждать себя посвящением истине, если они не хотят платить цену, чтобы стать и быть и усовершенствоваться как ученик Иисуса Христа, отвергая себя, свое я, свои хотения, желания, видения, если они не хотят жить по духу, умерщвляя от дела плоти, но если они хотят жить по-плоцки, это проблема, это беда. Подобные христиане будут отвергать любое влияние, ну или наоборот принимать влияние, но не от Духа Святого, от бесовских духов, или любое вождение невидимых сил. Очень много было сказано на тему фанатизма, что в свою очередь привело многих людей к отвержению влияния Духа Божьего, но Слово Божие говорит, ибо все вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божиим, Римлянам 8.14. Поэтому если мы верующие, если мы рождены свыше, наша обязанность это испытывать духов, от Бога ли они, нам необходимо стремиться к тому, чтобы иметь способность к четкому развлечению духов, но непременно должна быть такая вещь, как вождение, водительство Духом Святым. И когда мы видим, что это от Бога, мы можем уверенно следовать этому, не сомневаясь в том, что Он проведет нас в верном направлении. Шестое. Из всего вышесказанного мы можем узреть абсурдность идеи, установленных форм молитвы. Что делай вот так и обязательно будет вот так. Это касается и молитвы покаяния и многих других вещей. Что если ты это сделаешь, то точно получишь. Сама идея использования конкретной формы отвергает необходимость смириться, покориться перед Богом, перед Его Духом Святым. Ничто так не разрушает Дух молитвы, как использование определенной формы. Подобные формы не только абсурдны сами по себе, но они к тому же есть средства врага для разрушения молитвенного Духа и силы. Нет нужды говорить о том, что какая-либо форма хороша. Молитва это не есть просто научение словам и форме. Поэтому не имеет решающего значения то, какие мы используем слова, если наше сердце не водимо Духом Божиим, если желание не говорит сердце, если он не возжег свой огонь, не вложил в наше сердце истину, а мысли не направляются Духом Божиим, то это не молитва. Таким образом, установленные формы, религиозные, придуманы лишь для того, чтобы не давать человека молиться как должно и держать его в рабстве религии. Седьмое, обсуждаемый нами предмет определенный тест для нашей личности. Дух Святой ходатайствует за кого? За святых. Те, кто действительно рожден свыше, призваны Богом, приняли дар праведности, призванные святы имеют подобное переживание. Если ты рожден свыше, святой, то ты знаешь по опыту, что это такое, когда Дух Святой ходатайствует за тебя. Но если ты не знаешь этого, то это лишь потому, что ты возможно, ты не рожден свыше пока что. Или же ты отступил от Господа, огорчил Духа Божьего, и Он не ведет тебя в молитве. Твой образ жизни таков, что Святой Утешитель не имеет доступа к тебе, поэтому и не дает тебе Дух молитвы. Если это так, тебе необходимо покаяться, тебе необходимо обратиться к Богу, искать Его всем сердцем, искать Его, стучать, чтобы Он пришел, чтобы Он изменил тебе, чтобы не быть обманутым религии, теми людьми, которыми говорят, что Он не знает Бога, но на самом деле это не так. Не останавливайся для того, чтобы разбираться и копаться просто в себе, но от всего сердца в смирении, в покаянии ищи Господа, как никогда раньше. Вернись к первой любви. Я не принимаю, как само собой разумеющее то, что если ты есть христианин, то если ты христианин, иди как смиренный в смирении и сокрушении сердца и изливай свое сердце Господа. Никаким другим образом ты не сможешь получить Духа истины, Духа молитвы. Восьмое. Очень важно уразуметь этот предмет. А. Чтобы быть полезным Богу, без Духа молитвы, без Духа Божьего не будет такого живого общения между Богом и тобой. чтобы ты смог свободно двигаться или совершать что-то с Богом и служить и делать для Бога. Чтобы это было во славу Его имени и было принято им. Для тебя жизненно необходимо, чтобы твое сердце билось в унисон с Божьим сердцем. В противном случае не жди, не жди, чтобы Бог тебя использовал, чтобы Он тебя захотел и мог тебя использовать как свой сосуд могущественным образом. Б. Дух молитвы играет огромную роль в твоем освящении. Без этого Духа ты не сможешь освящаться и даже разуметь Библию, а поэтому не будешь знать, как применять Священное Писание в своей жизни. Я хочу, чтобы ты глубоко прочувствовал важность того, чтобы находиться с Богом все свое время, чтобы приближаться к Нему, чтобы получать от Него наставления, откровения. Если ты будешь жить угодным Ему образом, послушание истине, по духу, то Он обещал, что придет тебе, совершит обитель в тебе и будет вечерять с тобой, а ты с Ним. Девятое. Если люди не имеют духа молитвы, то они склонны к тому, чтобы впускать в себя дух неверия по отношению к результатам молитвы. Они не видят того, что происходит, не видят связи между событиями и не разумеют Божьих знаков, заповедей. Они даже не ожидают духовных благословений. Когда Дух Святой обличает грешников, такие люди делают заключение, что их просто напугала устрашающая проповедь. И когда люди обращаются к Господу, вышеупомянутые христиане не верят в них, но говорят, мы еще посмотрим, как все обернется. Десятое. Те же, кто имеет дух молитвы, знают, когда приходит благословение. Подобное произошло в тот момент, когда Иисус Христос пришел на землю. Далекие от Бога священники, религиозные люди, не имеющие духа, возможно, нерожденные слышали, не узнали его. Почему? Потому что они не молились об избавлении Израиля. Но Симеон и Анна узнали его. Как это произошло? Они были Божьими, они были живыми, духовными. Отметьте для себя то, что они говорили, как молились и как жили. Они молились в вере, они получали откровения, потому что их дух был жив для Бога. Поэтому их не удивило явление Сына Божия Луки 2.25.38. То же самое происходит с настоящими истинными верующими во Христе, христианами. Когда грешники обращаются к Богу, обличаемый Духом Святым, они не удивляются этому, потому что истинные слуги Божии ожидают подобных проявлений. Они узнают Бога, знают Его на опыте, когда Он приходит, так как с нетерпением ожидает Его посещение, Его присутствие, Его действия. Одиннадцатое. Существует три категории людей в Церкви, которые наиболее подвержены ошибкам или упускают истину из поля зрения, где дело касается молитвы. А. Те, которые сверхчувствительны в молитве, в эмоциональной сфере и придают значение только этому. Их будоражит любое проявление, они сразу же начинают говорить о том, что пробуждение уже пришло, это Бог. Б. Те, кто впадает в другую крайность и используют различные средства, в том числе и молитву, но никогда не ожидают влияния Духа на их молитву. Они не знают Бога на личном опыте. Они говорят молитве Духом и разумея значение Духа в обращении грешников, но не осознают значение Духа и слова лишенные чувства и истинной связи с Богом. В. Те, кто имеет странное представление о суверенности Бога, ожидая, что Бог обратит к себе весь мир без молитвы или других каких-либо средств. Он всемогущий, он так любит, что он просто вот так вот, он уже спас мир, поэтому они придут точно к Богу и как бы хотели мы или не хотим, молимся мы или не молимся. В церкви должно быть глубокое разумение того, что ей нужен Дух молитвы. И нужны покорения, посвящения Богу, послушания истине, Духу Святому. Все дело в том, что чаще всего происходит так, что те христиане, которые используют всевозможные средства наиболее прилежным образом и прилагают большие усилия для спасения людей, имеют самые верные представления о том, как использовать эти средства для обращения грешников, а также молятся о Духе Божьем и часто борются с Богом за Его благословение. И каков же результат? Пусть факты говорят сами за себя и покажут нам, действительно ли эти люди молятся или нет. А также сопровождает ли Дух Божий их молитвой, а их труд своей силой. Двенадцатое. Ничего не произведет такого воодушевления и вместе с тем такого противостояния, как Дух молитвы. Когда христианин ощущает на себе бремя молиться за грешников и начинает стонать, воздыхать в своей молитве, некоторых это раздражает, скорее всего, религиозных людей. И к такому человеку обязательно кто-то подойдет с замечанием. Лично я ненавижу всякое искусственное возбуждение подобных чувств, что тоже очень часто встречается. То есть люди привыкли как наезженная форма, но это мертво, по сути, не имеет жизни. Это тоже может быть. Когда таковых нет, если этого не произведено Духом Святым в моем духе, а искусственно нагнетается качание духа, и я не приемлю, когда с помощью стонов кто-то пытается завести себя на молитву, искусственно, но в то же время я чувствую необходимость защищать ходатайственное состояние моего духа, души, когда удерживаться от стонов, значит противостоять Духу Святому, удерживаться от воздыхания. Однажды я присутствовал при разговоре, когда обсуждалась эта тема. Кто-то авторитетно заявил. Всякие стоны, все эти вот какие-то непристойные выражения, громкие, должны быть убраны из наших молитвенных собраний. Все должно быть пристойно. В ответ на это прозвучал вопрос, может быть нам убрать и Духа Святого и облечь его в какую-то форму? Пробуждение сокрытое во тьме. Ни один человек, тщательно исследующий историю церкви, не примет подобного настроения. Мне не нравятся попытки угасить, лимитировать или понизить дух молитвы. Стать Богом над Богом и облечь его в какую-то форму. Я скорее отсеку свою правую руку, пишет Чарльз Финей, чем угашу дух молитвы и буду раздражать, уничижать и опечаливать Духа Святого. Я был свидетелем того, как дух молитвы был угашен такими словами. Так будем молиться, но только не надо никаких стонов, воздыханий, вообще не надо иных языков. Мне трудно остановиться, когда я говорю на эту тему. Я готов обсуждать эту тему целый месяц, пока вся церковь не поймет того, что значит молиться молитвой веры. Молитвой, которую использует Бог, которая прославляет его, через которую Бог производит свои дела на этой земле. Возлюбленные, я бы хотел спросить вас, вы верите во все это или вы недоумеваете и имели право говорить подобным образом? Возможно, некоторые из вас имеют разумение обсуждаемого вопроса. А теперь спрошу я вас, не отдадите ли вы себя полностью молитве? И не начнете ли жить так, чтобы дух молитвы пребывал на вас все время? Чтобы стать истинным поклонником Господа в духе и истине? О, как я жажду видеть молитвенную церковь, здравую, трезвую церковь, которую основал, строит, созидает сам Господь Иисус в духе святом, в которой проявляются дары духа в здравом виде? Однажды я познакомился со служителем, у которого шло пробуждение 14 лет подряд. Я не знал, чем объяснить это, пока не увидел, как один из членов этой церкви встал на молитвенном собрании и сделал такое исповедание. Братья, я уже долгое время, я имею привычку молиться один раз в неделю до полуночи за то, чтобы Дух Святой сходил на нас и пребывал на нас все время. Но теперь братья, и он начал плакать, я должен признаться, исповедоваться в том, что я пренебрегал этой молитвой на протяжении двух или трех недель. Секрет был открыт. У того служителя была молитвенная церковь, и не просто имеющая вид молитвы, но люди, которые собраны Богом, которые любят истину, которые удаляются от греха, которые не любят этот мир, которые являются врагами миру и дьяволу, но которых Бог использует в служении, которые Бог использует их для того, чтобы творить свои дела, творить добро. Братья, в моем нынешнем состоянии здоровья я нахожу невозможно молиться столько, сколько я молился всегда, но все еще продолжаю проповедовать. Это забирает все мои силы. Нужно ли мне отдать себя молитве и перестать проповедовать? Не думаю. Тогда не сможете ли вы, кто имеет достаточно сил, посвятить себя этому делу, посвятить себя Богу поистине, нести на себе это бремя и так отдать себя молитве, представив себя Богу, чтобы Он смог излить свое благословение на нас? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...